От благотворительности и гигантского автопарка до необычных подарков и огромных ранчо, Kanye West – настоящая икона хип-хоп-индустрии. За свою продолжительную музыкальную карьеру Kanye выпустил ряд выдающихся альбомов, многие из которых стали классическими, знаковыми и влиятельными. Помимо этого, музыкант активно занимается бизнесом, дизайном и продюсированием. Труд Kanye не остался без внимания. Исполнитель может похвастаться многомиллионной фан-базой, а также огромным состоянием. С вами канал ТОПХАЙП и сегодня мы расскажем вам, как Kanye West потратил 1,3 миллиарда долларов. Погнали! И перед тем, как мы перейдем к тратам Уэста, как обычно, давайте немного рассмотрим его биографию. Канни Амари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, штат Джорджия. В три года Канни переехал с матерью в Чикаго. С ранних лет Уэст проявлял интерес к творчеству. Живя в Чикаго, он активно участвовал в городском хип-хоп-сообществе. В третьем классе он начал читать рэп, а в седьмом классе создавать инструменталы, которые позже стал продавать другим музыкантам. В серьезе, Канни занялся музыкой в середине 90-х. Изначально он был известен как битмейкер, а не рэпер. В конце 90-х, начало 2000-х, Уэст спродюсировал огромное число работ различных музыкантов. Широкая известность в качестве продюсера пришла к Уэсту в 2001-м после работы над альбомом Jay-Z The Blueprint, который ныне признается одним из лучших классических хип-хоп-альбомов всех времен. Постепенно Канни начал расширять свой творческий диапазон и стал уделять время сольному рэп-творчеству, для чего даже бросил колледж. В 2004 году свет увидел дебютный альбом Уэста The College Dropout, который, как и Блюпринт, сейчас признается классикой хип-хопа. Этот альбом, достойно оцененный критиками, принес Канни мировую славу и ряд важных наград. В дальнейшем Канни продолжил выпускать альбомы, которые он по большей части продюсировал самостоятельно, а также начал всерьез заниматься бизнесом. Канни – один из самых продаваемых и узнаваемых рэперов всех времен. Суммарный объем продаж его альбомов и синглов превышает 120 миллионов копий. Помимо этого, музыкант может похвастаться большим количеством всевозможных наград. Вдобавок ко всему, Уэста отличный бизнесмен, который владеет линией одежды Изи, а также является основателем лейбла Good Music и креативного агентства Донда. Титанический труд, предпринимательская жилка, изобретательность и гениальность Канни принесли ему огромные деньги. На данный момент состояние исполнителя оценивается в 1,3 миллиарда долларов, в то время как сам музыкант утверждает, что оно равно 3,2 миллиардам. Так или иначе, деньги большие, и поэтому нам однозначно стоит взглянуть на, что Уэст их тратит. Канни Уэст может похвастаться внушительным автопарком, в котором можно найти как вполне обычные, так и очень дорогие и редкие машины. Сообщается, что в общей сложности в коллекции Канни есть около 50 тачек. Все мы рассматривать, конечно, не будем. Остановимся лишь на самых интересных. Aston Martin DB9 – один из самых любимых автомобилей Канни, с особой отделкой салона, кожей и ореховым деревом. Это авто оснащено 12-цилиндровым двигателем объемом в 6 литров. За такое удовольствие Уэст заплатил 200 тысяч долларов. Много? Да, но не для Канни. Музыкант владеет и культовой машиной. В его гараже можно найти Mercedes-Benz SLR McLaren. Эту машину рэпер приобрел еще до отношений с Ким Кардашьян. За McLaren Канни отвалил полмиллиона долларов. Идем дальше. Следующий автомобиль в коллекции рэпера Mercedes-Benz SLR Stirling Moss. Это очень редкий и эксклюзивный спидстер, созданный в честь легендарного британского гонщика Stirling Moss. Производство данного спидстера велось с июня по декабрь 2009 года. Автомобиль был выпущен тиражом в 75 экземпляров, и один из них есть у Канни. За него рэпер отдал по разным данным от 1 до 2,9 миллионов долларов. Stirling Moss приводится в движение 650-сильным 8-цилиндровым мотором объемом в 5,5 литров. Максимальная скорость составляет 350 км в час, а разгон от 0 до 100. Занимает 3,5 секунды. Впечатляет, не так ли? Да, это правда впечатляет, но есть в коллекции Канни тачки и побыстрее. Например, Bugatti Veyron – 16-цилиндровый ротстер коричневого цвета, который рэпер купил в качестве подарка самому себе после рождения первого ребенка. Автомобиль обошелся Уэсту в сумму более 3,5 миллионов долларов. Учитывая, что Veyron разгоняется до 407 км в час, он без труда уделает даже Мосса. Впрочем, вряд ли Канни гоняет так быстро, ведь это небезопасно. И напоследок один из самых необычных и как раз-таки безопасных автомобилей в коллекции Уэста – Prombron Red Diamond. Это тяжелый бронированный внедорожник производства латышской компании Darts Motors, который был куплен рэпером, заботившимся о безопасности новорожденной дочери. Вообще, такая машина стоит около 300 тысяч долларов, но индивидуальный вариант для музыканта оценили в 1,2 миллиона долларов. Канни Уэст купил две таких машины. По всей видимости, второй экземпляр Канни подарил Ким. На этом мы, естественно, не останавливаемся. Далее мы расскажем о еще более безумных и необычных тратах Канни Уэста в разных сферах. Какие подарки рэпер дарит Ким Кардашьян, сколько денег звездная чета тратит на личную безопасность и какие огромные ранчо музыкант купил в прошлом году за баснословные деньги. Оставайтесь с нами, чтобы узнать все подробности. Дальше круче и интереснее. Подарки Канни любит баловать не только себя, но и своих близких. Он дарит им самые разные и необычные подарки. Преимущественно он дарит их своей супруге Ким Кардашьян. В 2012, когда Канни и Ким еще только начинали встречаться, рэпер пригласил Кардашьян во Флоренцию и там подарил возлюбленный браслет из желтого золота Пантер де Картье за 35 тысяч долларов. Спустя пару лет рэпер купил второй браслет Пантер де Картье уже за 65 тысяч долларов. Отмечается, что украшение в виде Пантера из белого золота инкрустировано униксом и изумрудами. В 2008 году Канни подарил Ким миллион долларов. Как оказалось, Кардашьян предложили за миллион долларов прорекламировать спортивный бренд одежды, который конкурирует с Изи, линия одежды рэпера. Канни не захотел, чтобы его жена в это обвязывалась, поэтому решил дать ей миллион долларов лично, при этом предложив ей контракт, по которому Ким становилась одним из владельцев Изи и получала процент от прибыли. На помолвку Канни подарил Ким кольцу в 15 карат от ювелирного бренда Ларейн Шварц стоимостью в 8 миллионов долларов. Дизайн изделия Канни разрабатывал сам совместно с ювелиром. Это украшение назвали самым дорогим помолвочным кольцом всех времен. Охрана Канни и Ким всегда тщательно относились к вопросу безопасности. Однако они существенно усилили меры предосторожности после того, как в 2016 Ким ограбили в Париже на 11 миллионов долларов. С тех пор звездная чета, как сообщается, тратит около 7 миллионов долларов в год на личную безопасность. Канни и Ким стараются передвигаться только на бронированном транспорте с пуленепробиваемыми стеклами, а также ходят по улице исключительно в сопровождении массивных телохранителей. Помимо этого, владения Канни и Ким круглосуточно охраняются, за что рэпер платит около полутора миллионов долларов в год. Думаю, это вполне разумно. Недвижимость Вместе со своей известной супругой Ким Канни Уэст может похвастаться внушительным списком недвижимости. В первую очередь стоит отметить особняк звездной пары, расположенной в калифорнийском Hidden Hills. Его Канни и Ким приобрели в 2014-м за 20 миллионов долларов. Дом знаменитости был раскинут на одном и четырех гектарах земли. Сам особняк имеет площадь в 1200 квадратных метров. В доме есть 8 спален, отличная просторная кухня, а также игровая комната. На территории находится спа-зона с бассейнами и джакузи, развлекательный павильон и виноградник. В 2016 году владения Уэста в Hidden Hills реконструировали, расширив его площадь. Ранее Уэст владел еще одним особняком, расположенным в калифорнийском Бель-Эйр. В 2013-м Канни и Ким отдали за него около 11 миллионов долларов. Но в 2017-м они продали этот дом за 18 миллионов долларов, неплохо заработав на сделке. Благотворительность Канни известен не только как отличный музыкант, но как и щедрый человек, старающийся помочь другим людям. Это проявляется в его благотворительности. В 2018-м Канни Уэст вместе со своей супругой Ким Кардашьян выписали чек на 100 тысяч долларов пожарному Майклу Уильямсу и его жене Лизе, чтобы они купили новый дом. Их старый сгорел в страшном пожаре Кэмп, который унес жизни более 80 человек и стал самым разрушительным пожаром в истории Калифорнии. В 2019-м Уэст и компания Adidas организовали благотворительную акцию Easy Lemonade Stands. Она проходила в восьми городах США, в рамках которой местные жители продавали еще не вышедшие Easy Boost 700 V2 Geo по 300 долларов за пару. Уэст и его семья лично присутствовали на точке в Колобасасе. Все собранные средства были направлены Национальному альянсу психических заболеваний, правозащитной группе, которая представляет людей, страдающих от психических расстройств. В марте 2020 года Канни сделал пожертвования в благотворительной организации Josephine Southern Cooking и We Woman Empowered, которые обеспечивают бесплатным питанием жителей Чикаго в период пандемии коронавирусной инфекции. Наконец, в июне 2020 Канни перечислил 2 миллиона долларов Джанни Флойд, дочери Джорджа Флойда, афроамериканца, гибель которого привела к массовым беспорядкам в Америке. Полученные средства помогут Джанни получить хорошее образование в Куледже. Ну а в комменты напишите, кто по-вашему круче, Канни Уэст или Джей Зи. На этом все, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.